Такой досочкой и убить можно. Как вы думаете, вороны испугаются? Буууу! Ё-моё! Всем привет, меня зовут Валентина, рада вас видеть на своем канале. Сегодня я решила показать вам только два отдела из магазина Фикс Прайс. Это отдел для кухни, потому что там привезли невероятно красивую большую коллекцию. И не только. А также я вам покажу очень страшные товары из отдела декора. Так что запасаемся чаем или кофе. Желаю вам приятного просмотра. Разъемная форма для выпечки с замком диаметром 22 см. Цена 249 рублей. Решетка на раковину различных диаметров и форм. На полках представлена квадратная и круглая форма. Такая решетка защитит вашу раковину от различных механических повреждений, задержит остатки пищи и предотвратит засорение слива. Решетки мягкие, немного липкие. Цвета в ассортименте. Состав ПВХ цена 55 рублей. Шприц кулинарный для соуса объемом 60 мл. Благодаря этому шприцу можно легко и быстро замариновать любое мясо. И моментально добиться размягчения, наибольшей сочности и усиления вкуса. Состав полипропилен, нержавеющая сталь, каучук. Цена 77 рублей. Лопатка кухонной длиной 33 см. Состав нержавеющая сталь, нейлон. Цена 77 рублей. Из этой же серии, за эту же цену, на полках магазина Фикс Прайс представлены также половник длиной 32 см. Овощечистка. Кстати, такого плана овощечистку никогда не пробовала. Я пользуюсь другой. Если вы пробовали, напишите мне, пожалуйста, в комментариях, удобно ли вам ей пользоваться. Нож для масла. Такой нож подходит для распределения масла, сыра или джема. Венчик длиной 27 см. И за 99 рублей можно приобрести еще щипцы кухонные. Они пойдут для переворачивания шашлыка, рыбы и овощей. Единственное, что мне в них не нравится, это то, что концы щипцов не прорезиненные. Так можно повредить покрытие на сковороде или других поверхностях. А так, в целом, хорошее качество. Также привезли в таком же дизайне столовые принадлежности. Вилки, ложки столовые, ложки чайные. Состав нержавеющая сталь, нейлон. Цена вилки и ложки составляет 55 рублей, а цена чайной ложки 50 рублей за одну штуку. Бутылка с дозатором для масла, уксуса, объемом 310 мл. Такой бутылкой удобно пользоваться благодаря носику дозатору. Крышка легко откручивается. На полках представлен черный матовый цвет, а также глянцевый серый. Кстати, следы от пальчиков видны именно в черном цвете. Придется часто протирать. Сколько раз взял, столько и протер. Состав стекло, нержавеющая сталь, полипропилен. Цена 149 рублей. Есть еще и такие баночки, объемом 250 мл за 55 рублей и объемом 0,5 л за 99 рублей. В такие баночки можно что-нибудь налить или насыпать. Крышки винтовые, состав стекло, полипропилен. Также привезли симпатичные баночки для специй, объемом 250 мл. Есть вариант для сахара и соли, для меда, а также баночка с кисточкой для распределения масла. Кисточка и ложка легко вынимаются из банки. Состав стекло, полипропилен, силикон. Цена 99 рублей. Поднос диаметром 28 см с различными надписями. Поднос очень симпатичный и я один такой себе приобрела для кухни. Состав полипропилен, цена 77 рублей. Бутылка с дозатором для соусов, объемом 360 мл. Кстати, наверное, очень удобная вещь для тех, кто любит готовить различные соусы. Состав полиэтилен, полипропилен, цена 55 рублей. На полочках магазина представлена еще интересная коллекция. Сразу скажу, что она очень тяжелая и края напоминают необработанный камень. Давайте рассмотрим ее. Блюдо сервировочное, размером 20 на 13 см. Идеально подойдет для подачи суши и роллов, мясных и рыбных блюд. На обратной стороне есть противоскользящие ножки. Такой досочкой и убить можно. Состав сланец, эва. Цена 77 рублей. Блюдо сервировочное, размером 30 на 30 см. Цена 249 рублей. Блюдо сервировочное, размером 40 на 30 см. Цена 299 рублей. И есть еще вот такой набор подставок под чашки. В наборе 4 штуки, цена 99 рублей. Друзья, притомились? Давайте уже перейдем к коллекции товаров для кухни в стиле лофт. Сразу вас предупреждаю, что цены будут выше, чем обычно. Но это объясняется тем, что состав товаров это углеродистая сталь. И довольно качественная, ну по крайней мере на мой взгляд. Защитный экран от брызг, размером 76 на 22 см. Ширина каждой секции 25 см. Экран защищает фарту кухни от масляных пятен и брызг. Легко складывается до компактных размеров. Подходит для многократного использования. Цена 299 рублей. Корзина кухонная, размером 30 на 20 см. Такую корзину можно использовать под полотенце, а также хранить в ней другие вещи. Есть ручки, цена 249 рублей. Подставка для разделочных досок, размером 26 на 16 см. С четырьмя секциями, цена 299 рублей. Держатель для кухонных принадлежностей с подносом, цена 299 рублей. Сушилка для посуды, размером 32 на 28 см. Цена 249 рублей. Корзина кухонная, навесная, размером 28 на 12 на 22 см. Цена 149 рублей. Подставка для столовых приборов. Красиво, конечно, но мне кажется, приборы будут выпадать из такой подставки. А вы как думаете? Цена 149 рублей. За эту же цену есть подставка и в таком варианте. Она ниже и шире. Знаете, плохо то, что у этих подставок нет подона для стекания воды с приборов. Либо их надо каждый раз протирать насухо. Подставка под горячей, диаметром 18 см. Цена 77 рублей. Полка кухонная, навесная, размером 28 на 11,5 см. Очень симпатичная полочка под специи и под другие небольшие предметы. Будет огонь. Цена 199 рублей. Подставка для бумажного полотенца. Цена 149 рублей. Есть подставка и в таком варианте. Цена только пониже, 99 рублей. Подставка кухонная для хранения. Обратите внимание, ножки у нее прорезиненные. Цена 149 рублей. Набор для специй на подставке. В наборе 6 штук, объемом 90 миллилитров. Цена 199 рублей. Банка объемом 2 литра для хранения чая. Знаете, эта коробочка выглядит очень презентабельно. И я думаю, ее можно использовать и в качестве основы для подарка. Как вы думаете? Состав 6, цена 199 рублей. Экран от брызг с ручкой диаметром 29 сантиметров. Не зря говорят, фикс прайс нас постоянно удивляет. Или китайцы, которые все это производят. Производитель пишет на упаковке, что такой экран защитит от брызг во время жарки. Но не знаю, не пробовала. Состав нержавеющая сталь, цена 77 рублей. Блюдо для фруктов. Вот эта вещица мне очень понравилась. Смотрится красиво и стильно. Цена 299 рублей. Полка кухонная навесная, размером 50 на 20 сантиметров. Вот так она выглядит. На нее тоже можно ставить специи, баночки, скаляночки. А внизу есть крючки для подвешивания кухонной утвари. Цена 249 рублей. Банка для сахара, объемом 0,9 литров. Состав жесть, цена 99 рублей. За эту же сумму можно приобрести банку для соли. И тоже объем 0,9 литров. Банка объемом 1,6 литров для спагетти. Цена 149 рублей. Банка объемом 3,5 литра. В такой банке можно хранить не только кукурузные хлопья, но и что-нибудь другое. И она очень компактная. Цена 299 рублей. Банка для хранения объемом 2,2 литра. Вот такая красотка. Крышка банки винтовая. Есть и в таком варианте. Состав стекло, жесть, цена 199 рублей. Устали? А как же страшно красивые новинки. Скорее идемте в отдел декора. Там привезли нереально классные новинки на Хэллоуин. Но их можно использовать и в качестве декора. Шкатулка тыква. Она довольно большая и тяжелая. Крышка открывается. Состав доломит, цена 199 рублей. Горшочек стеклянный, тоже в форме тыквы. Есть веревочка из джута. Не знаю как вы, а я вижу в ней какие-нибудь вкусняшки, конфетки, печеньки. Но вы не думайте, что я сластена. Состав стекло джут, цена 249 рублей. И снова фигурка тыквы декоративная. Их сегодня будет очень много. Но ведь нереальная красота, скажите. И расцветки разные. Состав пенополистирол, полипропилен, цена 249 рублей. Набор для творчества, собери игрушку. В наборе 9 игрушек, которые нужно собрать. Хэллоуин, не хэллоуин, а делать подделки ручками, детям очень полезно для развития. Цена 149 рублей. Парик с рожками, цена 199 рублей. Ну это вообще круто. Декорация подвесная, скелет, длиной 87 сантиметров. Вообще такую штуку хорошо повесить в огороде или в саду от ворон. Как вы думаете, вороны испугаются? Я думаю, вполне. Цена 199 рублей. Детский костюм. В комплект входит платье и ободок. Есть костюм тыковки и ведьмочки. Расцветки в ассортименте. На мой взгляд, этот костюм лучше одеть на белую хлопковую футболку. Или даже на водолазку. Костюм будет смотреться эффектнее. И вполне такой костюм подойдет для сцены в детском саду. Цена 299 рублей. Ё-моё! Наклейка жуть! Действительно жуть! С сокровавленными следами рук и прочего. Размер 30,5 на 43 сантиметра. Возможно, кому-то это и понравится. Есть еще и наклейки с сокровавленными стопами. Цена 77 рублей. Переводной тату размером 48 на 17 сантиметров. Цена 50 рублей. За эту же цену есть и такой вариант с сокровавленными шрамами, царапками. В общем, есть где души разгуляться. Фигурка тыква керамическая. Есть тыква в пузатеньком варианте и в продолговатом. Состав доломит, цена 199 рублей. Бутылка в форме черепа, объемом 380 миллилитров. В синеватом и коричневом цвете. Состав стекло, пробка, цена 149 рублей. Конфетница паучок. Состав полипропилен, цена 99 рублей. Стеклянный шар мрак. Есть вариант с вороной и с котом. Цена 199 рублей. На полочках представлен еще и такой вариант тыковок за 99 рублей. Колпак ведьмы за 77 рублей. Опять же, такой колпак пригодится для сценок и в школе, и в саду. В общем, друзья, выбирайте, что вам приходится по душе. И вообще, как вы относитесь к этому празднику? Или вы вообще не понимаете его смысл? Пишите ваши мысли в комментариях. Мне будет интересно рассуждать вместе с вами. Не забывайте оценивать видео. До новых встреч. Всем пока-пока.